И накануне окончательной ратификации соглашения грянула история с крупнейшим лоукостом компании Ryanair. К слову, одна из привилегий ассоциативного членства это широкий доступ на украинский рынок европейских авиакомпаний. Да и вспомните о переговорах с ирландскими авиалиниями украинские чиновники раструбили в аккурат накануне предоставления без виза. Украинцы ликовали в предвкушении дешевых путешествий и тут такой конфуз. Гендиректор аэропорта вчера категорично заявил, подписывать договор с ирландцами не намерен, да и государству, дескать, это невыгодно. Одни потери. У Ryanair, говорит Рябикин, неуемные аппетиты и невыполнимые требования. Прежде всего у нас есть целый ряд вопросов, где должны рассматриваться спорные моменты. Перевозчик настаивает на том, чтобы мы рассматривали эти вопросы в лондонском арбитраже с применением норм британского права. Следующее требование это 7,5 долларов пассажирский сбор, безусловно, за закрепленный на 5 лет. 7,5 долларов ниже нашей себестоимости. И, наконец, применение правила 100-километровой зоны. Мы определяем, что скидки предоставляются только при полетах по новым направлениям.